Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Прививки спасают жизни. Это неоспоримый факт. Одна только вакцина против кори предотвратила за 17 лет более 21 миллиона случаев смерти. Однако антипрививочники ставят под сомнение эффективность и безопасность вакцин. В результате активной деятельности сторонников теории заговора и отрицателей науки некоторые люди не делают прививки своим детям. Добрый вечер. В студии Владислав Радюков. Сегодня в шоу с толком поговорим о том, какие прививки делают детям в Беларуси, насколько они эффективны и безопасны, а также будут ли изменения в национальном календаре вакцинации. Об этом нам расскажет заведующий отделением иммунопрофилактики госучреждения Республиканский центр гигиены и эпидемиологии общественного здоровья Кирилл Игнатов. Добрый вечер, Кирилл Олегович. Добрый вечер. Находи группу программы шоу с толком в соцсети ВКонтакте, оставляй комментарий под анонсом этой передачи. Интересна ли тебе тема прививок, что ты думаешь об этом, также предлагай свои темы и гостей. Ну а если смотришь нас на YouTube, оставляй комментарий сразу прямо под этим видео. Ссылки на сайте radiosfm.by. Кирилл Олегович, давайте расскажем с того, какие прививки включены в национальный календарь. Потому что есть у нас национальный календарь, по которому детям делают в определенном возрасте совершенно бесплатные прививки. Что это за прививки? На сегодняшний день национальный календарь профилактических прививок Республики Беларусь включена вакцинация от 12 инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит B, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, кемофильная инфекция, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паратит, а также пневмококковая инфекция и грипп для определенных контингентов населения. То есть это довольно-таки опасные заболевания, которые легко предотвратить с помощью вакцинации? Конечно. Все эти прививки обоснованы не только научно, но и эпидемиологически. То есть разработанный на сегодняшний день национальный календарь является на самом деле оптимальным не только для предотвращения заболеваний у конкретного человека, но и в целом для защиты населения от распространения этих инфекционных заболеваний. Вот почему обязательно нужно сделать именно все прививки, которые есть в этом календаре? Не стоит от него отступать. Прививки, которые на сегодняшний день включены в нацкалендарь, это вот именно те инфекции, которые актуальны для нашей страны, то есть для Республики Беларусь, и защита против этих инфекций желательно, чтобы была сформирована как можно раньше, ввиду того, что привитый человек, он тем самым защищает не только себя, но и своих близких. В случае, если он столкнется с какой-либо из инфекций, он в любом случае не будет являться источником уже для своей семьи, для своих друзей, ну и, как я уже говорил, для близких людей, с которыми он общается. Вот некоторые из болезней, которые вы называли, от которых есть прививки в национальном календаре, они все-таки периодически возникают какие-то вспышки. Почему это происходит? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, если я скажу, что вот на сегодняшний день, начиная с прошлого года, в нашей стране регистрируются случаи заболевания корью у населения. Первый случай, ну, как и около 30% из всех случаев кори, зарегистрированных на нашей территории, были завозными, то есть люди заражались на территории других стран, и уже заболевшими приезжали к нам в страну. Дальнейшее же распространение данного заболевания возникало за счет контингентов лиц, которые не привиты против данной инфекции. К сожалению, но в нашей стране такие люди тоже есть. Хотя при этом необходимый процент вакцинации всего населения в соответствии с нашим национальным календарем у нас ежегодно достигается. То есть это не ниже 97% от определенных возрастных групп. Ну и давайте поговорим о том, о чем всегда любят говорить антипрививочники, про неблагоприятные последствия от вакцинации. Что может быть, какие могут быть вот эти неблагоприятные, так сказать, последствия? Конечно же, вакцины являются лекарственными препаратами. Это иммунобиологические лекарственные препараты, и как на любой лекарственный препарат, могут быть какие-либо неблагоприятные последствия, там осложнения, как их называют. Но зачастую осложнения возникают, это покраснение в месте инъекции, либо же незначительное повышение температуры. Данные осложнения проходят самостоятельно у привитого человека и не требуют какой-либо дополнительной медицинской помощи. К сожалению, но также регистрируются и серьезные нежелательные реакции. Их предугадать невозможно. Это индивидуальные особенности уже организма каждого человека. И вот с целью минимизации данных рисков перед прививкой в обязательном порядке идет осмотр врача, то есть чтобы исключить все состояния и заболевания, при которых нельзя делать прививку данному человеку. И после прививки также рекомендовано около 30 минут находиться в учреждении здравоохранения, чтобы в случае развития какого-либо неблагоприятного, каких-либо неблагоприятных последствий, чтобы медицинские работники могли своевременно и адекватно оказать медицинскую помощь. Не спешите убегать после прививки из поликлиники. Однозначно. Хорошо. А что делать, если прививку ребенок пропустил по какой-то причине? Ну, не знаю, болел, например, в то время, когда ему нужно было делать прививку? Для того, чтобы продолжить курс вакцинации, ну и в целом, даже если родители по каким-либо причинам сначала отказывались от проведения прививок, а потом решили, что это необходимо и возраст в соответствии с национальным календарем уже прошел у ребенка, то в любом случае нужно обращаться к своему лечащему врачу, то есть это либо участковый педиатр, либо это участковый терапевт или врач общей практики, для составления индивидуального календаря профилактических прививок, ну и, соответственно, вакцинации. Зачастую, даже в случае прерывания по какой-либо причине курса вакцинации, начинать его заново не придется. То есть получается, что если ребенок пропустил прививку, то все равно ее лучше сделать позже, чем не сделать вообще? Да, конечно, по всем вакцинам существуют минимальные и максимальные интервалы, в течение которых рекомендовано делать вакцинацию. То есть, ну и врач уже с учетом, конечно же, индивидуальных особенностей конкретного человека составит индивидуальный график по проведению вакцинации в соответствии со всеми последующими прививками, которые включены в наш национальный календарь у профилактических прививок. Сейчас у всех на слуху разнообразные там санкции, какие-то очереди на границах, еще какие-то причины, которые могут стать затруднением для получения вакцин своевременно. А вот сейчас все прививки, доступные в Беларуси, все есть необходимое? Да, на сегодняшний день наша страна обеспечена всеми необходимыми иммунобиологическими лекарственными препаратами для осуществления вакцинации, как в рамках национального календаря профилактических прививок, так и в рамках перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Оба эти документа утверждены постановлением Министерства здравоохранения номер 42. То есть и в рамках проведения вакцинации по нацкалендарю и перечню все прививки для населения нашей страны проводятся абсолютно бесплатно. Напоминаю, что сегодня в шоу с толком говорим о детской вакцинации. У меня в гостях зав. отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гиены эпидемиологии общественного здоровья Кирилл Игнатов. Находи группу программы шоу с толком в соцсети ВКонтакте, оставляй комментарий под анонсом этой передачи, ну и предлагай свои темы гостей и напиши, что думаешь о сегодняшней программе. Если смотришь нас на YouTube, оставляй комментарий сразу под этим видео, ссылки на сайте радиусфм.бивай. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, продолжим разговор через несколько минут, поговорим о том, какие группы детей нуждаются в особенно активной иммунопрофилактике и планируется ли включать дополнительные вакцины в национальный календарь. Оставайся с нами. Ты слушаешь шоу с толком на радиусфм. Только интересные собеседники и актуальные темы. Некоторые люди верят в то, что Земля плоская, солнце вращается вокруг Земли, а черная кошка приносит несчастье. В этом же ряду и антипрививочники. Они считают, что вакцинация – это заговор фармкомпании, доказывают, что прививки не работают и убеждают своих сторонников в том, что вакцины вредны для здоровья. Сегодня в шоу с толком говорим о прививках для детей в студии Владислав Радюков. У меня в гостях зав. отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов. Мы ждем и ваши комментарии в группе шоу с толком в соцсети ВКонтакте, а также на Ютуб. Если вы смотрите нас там, оставляйте комментарии. Пишите, что думаете о сегодняшней теме. Ссылки на сайте radiosfm.by. Давайте продолжим разговор. Кирилл Олегович, есть ли планы по включению дополнительных вакцин в национальный календарь? Да, на сегодняшний день такие планы существуют и уже, можно сказать, подготовлен проект изменения в национальный календарь профилактических прививок. Данный календарь будет расширен в отношении вакцинации против пневмококковой инфекции. То есть на сегодняшний день эта вакцинация проводится определенным контингентом населения, а планируется сделать ее доступным для всех детей в возрасте 2, 4 и 12 месяцев. И планируется дополнить национальный календарь вакцинации против вируса папилломы человека. На сегодняшний день пока что для начала рассматривается контингент этой девочки в возрасте 11 лет. И еще планируется дополнить национальный календарь одной прививкой в возрасте 6 лет против коклюшной инфекции. То есть если раньше курс вакцинации составлял по национальному календарю 3 прививки, то данная прививка в возрасте 6 лет позволит поддержать иммунную систему уже привитых детей в школьном возрасте, то есть и будет способствовать предотвращению их заражения коклюшной инфекцией. Ну вот мы рассказывали про вакцину от пневмококковой инфекции. Давайте поясним слушателям, которые далеки от медицины, что это за инфекция, от чего это будет прививка. Возбудитель пневмококковой инфекции это тот возбудитель, который может вызывать как пневмонию, так и гнойные отиты у детей. Ну и также может приводить к неблагоприятным последствиям, тяжелому течению у лиц с различными иммунодефицитными состояниями, либо с определенными хроническими заболеваниями. В целом же вакцинация для всех граждан нашей страны против пневмококковой инфекции позволит намного сократить в целом заболеваемость данной инфекции и, скажем так, существенно снизить не только нагрузку на организации здравоохранения, но и, как уже я и говорил ранее, предотвратить заболевания у большого количества населения. То есть что на самом деле очень является хорошим и положительным движением. Деньги будут просто реже болеть. Конечно. А в ВПЧ, вирус папилломы человека, что это такое и почему это важная прививка? Ну, одним из наиболее тяжелых осложнений заболевания вирусом папилломы человека является рак шейки матки. И наша страна, к сожалению, но не является исключением по данному заболеванию. Данные факты также регистрируются у женщин нашей страны. И в связи с этим Минздравом было принято решение о необходимости включения данной вакцинации в национальный календарь. ввиду того, что, во-первых, вакцинация предотвратит заражение вирусом папилломы человека. И, во-вторых, как бы это странно не звучало, но в то же время рак шейки матки – это репродуктивное здоровье женщины. То есть и в целом данная вакцинация поможет повлиять в том числе и на темографическую ситуацию в стране. Положительно повлиять. Положительно, конечно. Причем сейчас эта вакцина доступна платно и стоит достаточно больших денег. По-моему, порядка 600-800 рублей за две дозы. То есть и люди стоят в очереди на то, чтобы сделать эту прививку, а она будет абсолютно бесплатной. Да. Государство идет на этот шаг для того, чтобы обезопасить наших граждан. Поэтому, пожалуйста, если она появится, не отказывайтесь. По-моему, это просто глупо. Люди часто вообще не понимают, что прививки бесплатные – это бонус, на это тратится очень много денег, и то, что у нас это можно сделать бесплатно, это очень здорово. Вот мы, кстати, говорили о пневмококовой инфекции. Сейчас эту прививку можно поставить ребенку, если он в группе риска. Правильно? Да, на сегодняшний день пока так. Но мы надеемся, что национальный календарь уже в новой редакции выйдет в ближайшее время. И тоже пока что может быть преждевременно, но я надеюсь, что со следующего года уже данная прививка будет доступна всему населению нашей страны. Знаете, есть часто родители, которые говорят, вот мой ребенок со слабленным здоровьем, поэтому я не буду делать ему какие-то прививки, потому что, ну, они говорят, ну, он часто болеет, и поэтому давайте-ка мы не будем ему делать прививки, он же и так у нас слабенький. Мне кажется, что тут какое-то большое заблуждение. Так это или нет? Ну, на самом деле, все медицинские работники, врачи и научное медицинское сообщество наоборот рекомендуют вакцинироваться лицам со слабленным иммунитетом. Вот как мы уже с вами говорили про вакцину против немококовой инфекции, что на сегодняшний день она делается, да, определенным контингентом, относящимся к группам риска развития тяжелого течения и неблагоприятного исхода заболевания. Вот эту же аналогию можно провести и с вакциной против гриппа и коронавирусной инфекции. Но при этом вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции, они не защищают человека в целом вообще от заболевания данными инфекциями, но при этом гарантируют то, что в случае попадания вируса в организм у человека заболевание пройдет в легкой форме, у него не будет тяжелых последствий, не будет развития осложнений и в том числе не будет неблагоприятного исхода заболевания. То есть вакцины против гриппа и коронавируса защищают именно от этого. Ну вот еще мне бы хотелось спросить вас, а вот вы, как человек с медицинским образованием, который знает про прививки больше, чем обычный человек, вы себе и своим детям делаете все обязательные прививки, может быть, даже какие-то дополнительные? Я и моя супруга, мы вакцинируемся в обязательном порядке, потому что не понаслышке знаем о тяжести течения этих заболеваний, против которых у нас в стране организована вакцинация. Также прививаем своего ребенка. Дополнительно, то, что мы посчитали необходимым, это мы привили нашего ребенка от ветряной оспы, ввиду того, что на сегодняшний день он посещает детское дошкольное учреждение, и также привили от менингококковой инфекции. Тоже эти вакцины на платной основе в Республике Беларусь доступны для населения. Ну и вот, к слову, я своему ребенку, вот мы будем делать прививку платно от вируса папилломы человека. Достаточно дорогая прививка, поэтому я очень рад за тех, кто ее сделает когда-нибудь уже бесплатно. Поэтому не отказывайтесь от прививок, мне кажется, это по крайней мере каким-то очень недальновидным шагом, опасным для вашего ребенка. Я думаю, что вы тоже присоединитесь к моим словам. Да, конечно. Вот в особенности вот то, что вы уже озвучивали в начале нашей передачи, что есть люди, которые отказываются от профилактических прививок. Все прививки в национальном календаре подобраны по возрасту с тем условием, чтобы у ребенка сформировался необходимый иммунитет. То есть возраста все выбраны не случайно. Вакцинация именно в этих возрастных группах позволяет организму создать именно тот защитный необходимый уровень иммунитета, чтобы предотвратить заражение ребенка. И, как уже тоже мы неоднократно говорили, развитие тяжелого течения, заболеваний. То есть все вакцины, которые у нас есть в национальном календаре, по моему мнению, необходимо делать и необходимо делать своевременно. Ну что ж, давайте на этом закончим нашу программу. Большое спасибо за то, что вы нашли время к нам сегодня прийти. Я напомню, что у меня в гостях был зав. отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья Кирилл Игнатов. Большое спасибо, что вы к нам пришли, Кирилл Олегович. Ну а программу провел и подготовил для вас Владислав Радюков. Запись, как всегда, будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by До свидания, до новых встреч. До свидания. Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by Редактор субтитров А.Семкин